Всем привет! Меня зовут Виктор. Ну а это DAYS и обзор сервера BLK VLG. Если у вас возник резоны вопроса что я здесь делаю какие-то и как я тут оказался то на стриме вы соответственно не видели как это произошло потому что пока у меня была загрузка на стриме там обновы на основном сервере где я играю 25 минуток я примерно поиграл здесь и добежал до зеленогорской военки вот я прикупил тут себе некоторые шмотки некоторые шмотки то есть в частности взял такую куртку титана на 70 слотов имеет и рюкзачок титан который имеет 200 слотов вот в общем это все что со мной произошло так а это чё а мы соответственно если я это одеваю это одеваю то что ничего тут просто пейнбольный шлем инспектор который который и пнв которому не крепится которому не крепится пнв вот и все так я тут заспавнился зарезался и и и мне надо как-то долутаться и потом 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 суп с котом да так давай мы это так мне сейчас надо перезарядиться до зарядиться и пойти долутаться почему я купил себе шмот ребят я прекрасно понимаю что вряд ли я тут себе накоплю на тачку до коплю до тачки чувак интересный заманчивый и все-таки экономика этого сервера ну как на мой взгляд не сбалансирована от ну да точнее не просто под просто не сбалансирована и на автомобиль на автомобиль на самый первый на самый задрипозный автомобиль на которую ты обычно собираешь буквально там за несколько дней возможно ты даже в первый день можешь возможно ну на второй день крайний срок это третий день без особого там прям жесткого задротства ты можешь нафармить то здесь здесь как бы это довольно сложно сделать потому что цены на автомобиль здесь просто ого-го цены на автомобиль здесь ого-го и что самое на мой взгляд неприятное не все автомобили ты можешь купить за игровую валюту большое количество автомобилей которые ты можешь купить только за донат то есть но у тебя нет выбора купить это за донат или за игровую валюту да то есть я просто говорят хочешь бери за донат нет ну катайся в игре на том на чем то есть по сути тебя как бы подталкивают к тому чтобы ты донатил так как без доната у тебя шансов на какую-то сочную тачку тут нет и по моему в правилах я тут читал что продавать донатные авто за игровую валюту запрещено могу ошибаться могу ошибаться да возможно я просто путаю это с другим сервером а возможно и нет в любом случае кому будет интересно зайдете в дискорд почитаете то кому сервер приглянется кто захочет играть потому что как бы ну пока что для меня это довольно такой чиловый сервачок чиловый сервак у которого мне непонятно предназначение жестких дамагающих пушек таких как выхлоп или таких как барретт ну хотя хотя могу 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 предположить что это именно на этого на оборотня идти охотиться на оборотня это вот именно для этого такие пушки нужны которые будут его ну типа шотать то есть мы находим патроны вот я нашел сейчас 100 патронов на барретт 100 патронов на барретт но сам барретт я могу лишь приобрести только только за донат только за донат я могу приобрести сам барретт как и выхлоп выхлоп и барретт могут можно приобрести только за донат возможно возможно я ошибаюсь и это не так ну типа это не так то можно приобрести и не только за донат по крайней мере у торговцев у которых я был я не видел чтобы они продавали пушки круче чей так а хотя по сути чей так это все из той же серии что и барретт чей так можно приобрести без доната барретт к сожалению без доната приобрести нельзя хорошо это плохо я еще раз горюк решаете вы решаете вы так А, нет, по-моему, в этих казармах я был. Как-то тут первый или в какой день я тут был в этих казармах. Чувак там залез на эти и отстреливался на контейнерах. Зомбаков сагрил и отстреливался. А я забежал сюда и лутонулся. Ну, сказать, чтоб я здесь что-то сочное сейчас лутонул. Ничего такого особенного, что казармы тут пустые. Хоть бы. А вот, кстати, нормальная такая пушка ДДМ-очка. ДДМ-очка. Довольно нормальное оружие. Даже не то, что довольно нормальное. То есть это нормальное оружие. Вполне нормальное себе оружие. Так, боевые противогазы. Не целые. А значит, блядь. Так, боевые противогазы. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... О, блин... Девушка... А, у меня патрики закончились... Интересно... Куда это пошла, мамзель? Да, ёптыть... Прикольно... Примимо... Пляжка с водой... Непонятно, конечно, что у вас тут лежит... А, ну тут эти одеты, да, на вас? Где-то вон там далеко... Он там далеко где-то... Пизданулся этот... Холикраш... Где-то вот так, район 30 градусов севера... Градусов 30 севера... Ну, кстати, возможно... Правильная, возможно, механика фарма здесь... Это приобретение сперва шмота вот такого... Вместительного все... А потом уже... Сбор на автомобиль... Ещё на чё-то там, да... Не знаю, короче... Не могу сказать... Что-то как-то... Пустоватые казармы... Ну, вот если... Так вот... Пустоватые казармы... Патрики... Шлем... Турмовой... И... Как-то так... Как-то так... Турмовой... ... Турмовой вот эти штуки которые огромные места занимают херову кучу а ценности то что и и не имеют никакой давай еще пока ну не по контейнерам тоже бегать тут особо сейчас я уже и не запрыгну на контейнер то нормально у меня стаминочки не хватит чтобы запрыгнуть на него до полимерное цевьё машины без страховки не восстанавливаются вот так то то есть если тачка заруинилась непонятно по твоей вине или не по твоей вине но все равно тебе нужна страховка блин так по вагонам-то по вагонам-то у меня уже и не хватит стамины заглянуть запрыгнуть туда а скидывать то придется наверно ого-го сколько все так то чё 45 ки какие-то мелкие на 5 56 это не похоже похоже на 45 на 45 я не полезу 56 еще полно беретов поэтому фанаты берета будут довольны дезинфицирующий спрей за которыми я не могу залезть и все равно так а чё у нас тут так а чё я смотрел 30 градусов север 30 или так или как как или куда я смотрел ли туда и смотрел по-моему где-то север я смотрел 30 градусов да ладно так тут ну-ка ради интереса здесь что есть нет а к поесть у меня чего-нибудь есть ты около трех килограмм нормально стандартно стандартно короче весят пушки весят или вешают ну здесь я вижу только начальный вот этот вот этап это все что вокруг трейдера зеленая гора это надо просто лутать лутаешь лутаешь все что около трейдера зеленая гора чтоб можно было быстро добежать спину продаться и снова и снова побежать лутаться до животных тут не ну в принципе трейдер животных то что находится в другом месте это нормально ну как бы скупка мясо мясом пока что ну сейчас мясом хер заработаешь пока нету машины вопрос чем зарабатывать на машину да как зарабатывать на сайте голосовать на сайте оставлять голоса потом это как-то там на игровую валюту обменивать просто наголосовать на тачку да вот сейчас посмотрим я залутал зеленогорскую военку место у меня еще маленечко есть место чутка еще что-то можно было подлутать то можно было взять там полевую рацию там наш шлем этот шлемофом возможно и сейчас еще я не знаю какие ну сцен хорошо да беру какой-то шмот который не продается лут который не продается ну то есть что то что не продается беру что то что дешево стоит возможно беретка она стоит просто дороже чем это из кофточек которые у меня здесь есть надо было брать беретки они те кофточки которые у меня здесь есть возможно я не знаю тогда был бы фарм больше плюс ко всему здесь надо прокачивать навыки охотника рыболова который при твоей гибели слетают ну вот если учесть что я стрейдер зеленая гора бежал на зеленогорскую военку вот сейчас бегу обратно то есть у меня на это ушло порядка 50 минут порядка 50 минут до зеленогорской военки суть это ближайшая . она ближайшая военка от трейдера это зеленогорская это зеленогорская как раз вот сейчас и посмотрим сколько на этом заработаю денег тут есть что пожрать кстати нашел я соревнования такая полянка да прям белые грибочки смотри-ка сколько прям ну плюс того что ты с это с голоду ты тут не откинешься это точно даже элементарно вот так вот в поле а у меня перцы засыпает кстати рано тебе еще спать бармалей спать будешь когда я тебе скажу понял ну я понимаю что ты сейчас можешь встать в позу и сказать нет я спать все оон еще снари грибы и и Грибов нафармили. Я думаю надо ложиться и спать, надо ложиться и спать. Приятных снов тебе, приятных снов. Продолжение следует. 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 нет нет куртка с коротким рукавом ни у кого не продается поэтому остается вариант только тебя сжечь по кругу идем следующий строитель следующий строитель точилка топорик отмычка батарейка переносная рация раз-два-три и рации было продали хорошо гриб-зонтик блин я на грибах по ходу возле трейда сделал больше чем сбегал до этого до военки да так активированный у меня же есть активированный уголь full stack по моему не full stack есть до уголь или я ошибаюсь все я ошибаюсь тогда нет так что у тебя счет так по пушкам колесо удачи доступно а и 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 Не знаю, это что-то чисто дробовик какой-то или чё. Сайга тут. Коробка патронов. Ещё патрики. Это останется. Так, трассирующий 308 и 308, я стреляю, нет? Ну, скорее всего, нет, тогда продаём. Эти продаём. Вот, натовские. А что произошло? А почему? Вчера, по-моему, вы дороже стоили натовские патроны. Бля, я же вас задолбаюсь сейчас 100 штук продавать, да? Ну, а чё делать? Всё равно, пресс продавать. Ну, если я 100 штук, а не 10. Похоже, 100 штук пресс продавать, да? Ну, вот тоже такая херня, блин. То есть, у меня 100 патронов, которые я не могу использовать. Правильно, я не могу их использовать. И я вот сейчас должен, чтобы 4000 заработать, сто раз кликнуть по этой кнопке продать. Я вот на изоляции, кстати, когда играл, там видел трейдера. Там есть, где патроны продаются по десятку, а где продаются по единичке. Это и очень, очень удобно. Очень удобно, очень офигенно и очень прикольно. А здесь, получается, нет. Так, давай, наверное, я тогда эти 752 тоже все продам. Оставлю только то, что стреляю, потому что, ну... Смысла нету это. Копить? По той причине, что... Ну, вряд ли я все равно тут задержусь надолго. Фляжку. Ты покупаешь фляжки? Нет. Ты фляжки берешь, точно. Ты берешь фляжки. Окей, взяла фляжку. То есть, ну что можно сказать? Какой вывод можно сделать? Сколько денег мне удалось заработать? Ну, грубо говоря, за 50 минут. Плюс-минус там сколько? Сколько? А я что, бумагу не поднял? Плюс-минус 50 минут. Сколько денег я заработал? То есть, 3900, ну, почти 40 тысяч. Будем объективными, что, в любом случае, я не на фул забился, да? Не на фул забился. Но, с другой стороны, если бы я не прикрупил себе вот этот шмот, который сейчас на мне одет, то я бы, наверное, даже этого бы сейчас, то, что принес, не смог принести. Вот, поэтому примерно где-то на 40 тысяч, на 40 тысяч я примерно залутался. Ну, не залутался, а сдался на 40 тысяч. 40 тысяч, 40 тысяч. Так, давай колесо крутанем. Посмотрим. Ну, это за 50 минут. Поэтому, делайте вывод, что, если вы играете примерно 2-3 часа, да? Если вот по моему маршруту вот так, сколько? То есть, можно будет 100-150 тысяч заработать, да? Соответственно, сколько нужно будет копить на этот... А, нет, сода снова, да? А, нет, фут, еда какая-то. То есть, сколько нужно будет копить, скажем, на какой-то обычный автомобиль? Здесь. На самый простой, на самый первый, на самый обычный автомобиль, который здесь присутствует. Давай глянем. Нива стоит 700 тысяч. 760 Гюнтер. Сарка 630. То есть, самое дешевое, это Сарка 630. Сарка 630 стоит. Волга. 700. Вот это 800. Газик. Буханка. 900 тысяч. 900 тысяч. ВАЗ-2107 800. ВАЗ-2107 800. То есть, за 50 минут зарабатываем, грубо говоря, полтинник. Грубо говоря, полтинник зарабатываем за 50 минут. Сколько нам нужно времени, чтобы заработать на Гюнтер времени? Да. Сколько нужно минут? 12 раз по 50? Нет, 11. То есть, примерно нам нужно 11 раз по 50. 11 часов, да? То есть, если ты играешь примерно часа по два, то без условия, аж без условия. Что ты тратишь это все, чисто копишь, не покупаешь ни патроны, ни шмот. Ну, хотя я на шмот потратил сколько денег. То есть, надо же учитывать то, что еще и шмот нужен. Нужен шмот, нужны патроны. То есть, это же надо учитывать все. 5, ну, в среднем неделя. То есть, это в среднем нужна будет неделя, чтобы тебе нафармить на тачку, если ты, в принципе, играешь по несколько часов. Если же ты играешь гораздо больше, чем несколько часов, ну, можно, в принципе, тоже предположить, сколько нужно времени. Сколько нужно времени на это? Блин, может пока темнеет поспать, пойти бодрости восстановить. А пока буду спать, можно и порассуждать. Хотя, наверное, да, я, кстати, что-то это... То есть, получается, тачка за, грубо говоря, за 11 часов. За 11 часов фармиться на тачку, на самую простую. Ну, да, в принципе, как и на серваках, которые были до этого, то есть, примерно, да, столько же времени требовалось, чтобы нафармить на тачку. Ну, там я шмот не покупал, чисто на тачку фармил. То есть, хватало того, что... Если бы, если бы, то тут была стамина незаканчиваемая, то было бы, конечно, всё быстрее и проще. Всё было быстрее и проще. Всё было быстрее и проще. Всё, восстанавливаешься потихонечку, да. Бодрость свою. Но это я всё посчитал без учёта. Чисто фармишь. Шмот, как у меня. Штаны мне повезло найти. Куртку... Куртку и эту я купил. Здесь же у меня есть какой-нибудь этот химсвет. У меня химсвета нету даже, да? Я купил куртку и рюкзак. Плюс карманы накладные. Рюкзак полтинник. Куртка сорокет. Плюс карманы цвета 95000. Там в общей сложности это обошлось. На это ушло. 95000 это два похода в Зеленогорск. Ну, с другой стороны то, насколько удачно ты туда сходишь. В Зеленогорск. Сейчас посмотрим старый собор. Старый собор. Сколько нужно будет времени? Ну, до старого собора бежать значительно дольше. То есть, если до Зеленогорской военки. Сейчас посмотрим. То до военки. Маркер 1. Килот 400. Километр 400. То здесь 3... В 2... Примерно в 2,5 раза дольше туда бежать. Поэтому с Зеленой горы до Старого собора бежать как минимум невыгодно. Ну, я хочу сбегать сейчас в Погореловку. Погореловку, чтобы просто посмотреть, что можно в деревне нафармить. Патроны я не покупаю. Я иду с тем, что у меня есть. На пистолет, на автоматы, на винтовку. С этими и иду. С этими и иду. Руки Руки Кепка с маской тени. Вот так как у меня балаклава одета, у меня маску тени толком и не видно. Интересно. Что, начинает светать? А где халикраша? Почему я не слышу халикраша здесь? А не смотри, вон есть, кстати, халикраш какой-то. Хорошо. 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 на с до тайминг конечно жесткий только спросил где холикраши их или краши нарисовались там кто-то ходит и непонятно есть там нет лут на юг потом надо будет бежать если никто там меня не опередит а 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 ликраши да падают часто насколько я заметил они падают где то вот как раз в районе тоже зеленой горы в районе трейдера падают поэтому в принципе если ты пасешься на зеленой горе то можно лутать их или краше здесь а а а а и Продолжение следует... 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 так я рядом с чем нахожусь беда печаль рожкина козловка давай давай в козловку раз уж прибежал рожкина козловка рожкина козловка рожкина козловка Ух, ты что, скотобазина? Что, сбежать хотела? А зачем я тебя убил, собственно говоря? Чисто пожрать на еду? Потому что до охотника, где он вообще? Лесник 9, почти 10 километров. Пожрать? Давай возьмем, что посытнее, выберем. Сколько ты, 88, 89 и 89, еще один этот, еще 89 выберем и все. Все. Вот это вот, как это называется, козлевка? Незалутанная, обалдеть, удивительно, козловка-то незалутанная. О, налогный фонарик. Пригодишься ты мне. На ночь убегать с тобой. Козлевка-то. 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 Продолжение следует... Ну давай мы вот сейчас вас в деревню эту козловку лутонем. Сколько можно заработать на деревне надо будет понять. Продолжение следует... Продолжение следует... Прямо в сарай завалилось... Шувейка... Ну телогрейки такие уж я брать не буду. Чего уж прикалываться. Где-то вон там хеликраш. Короче я не побегу на него. Возможно это не хеликраш был. Возможно мне показалось. Очень было просто похоже. Ах... Ну лутать эти. Ой как же деревню лутать-то прям утомительно. А ну хотя здесь кстати есть тачки в спавне. Здесь есть тачки в спавне. Так давай пока тебя возьмем. Если что потом выкинем. То есть здесь можно найти тачку. Здесь можно тачку найти. Ну так как из меня херовый поисковик. Я в принципе даже и не задавался целью поиска машины. Насколько это сложно. Насколько это легко. Реально нереально. Строй лут. Гвозди, гвозди. По-моему гвозди я не находил. Гвозди по-моему я тут не находил. Вfliesка. он не пак чё это означает тактический ремень ну сюда можно что-то тоже положить да фонни пак сама же поспить кобуру лифт сайт райт сайт а нет нет и снялся то я же хотел просто ремень сюда положить счеты вот так кирка перезали бы мне это так сейчас повезло что я прям тут этого строительного лука так прям сочный счет зачерпнул и кирка и лопата возможно это всегда так класс хохотать будет хохотать будет смыг монка так а здесь я нет я не шарился здесь это просто ремень для оружия что ли 357 под что на что я не помню а я же здесь этот квас утонул точно бегу второй раз за добавкой короче побежал и по курице пробежался а я не и хоть бы хер живя живьё ханька а или я здесь уже был с голоду точно не сдохнешь если ты деревня лутаешься как бы с голодухи не опухнешь а ну да все я получать всю деревню лутану получается я лутану всю деревню сейчас и поводит зеленый домик тела до сих пор там валяются сколько пошло минут десять прошло до или даже больше чем десять набор для шитья точно шмотки здесь штопать есть чем чем что под шмотки это и точно тут есть а 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 рестарт через 15 минут водонепроницаемый рюкзак и тебя кстати заберем да чё можешь шанс лутаемся типа слазь 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 нам надо понять сколько можно денег заработать на лутане не военок какой-то здоровый ну не густо короче деревеньку залутал на full не густо примерно в два раза меньше лута чем с военки есть ли из этого что-то ценное что узнает черт его знает серьезно из малейшего понятия что из этого может быть ценным блин я хочу чтобы зомбаки там заспавнились заново там же на холекраш и они заспавнились интересно сквозь там дофига времени прошло если учесть что челик там писал то он видит холекраш возле дороги а я добежал до трейдера продался потом побежал увидел подбежал чем зомби им сколько ну 20 наверно да получается резались форма мне тут нравится прикольная такая формочка прям рюкзачок такой маленький аккуратненький но зато действительно 200 слотов классно смотрится форма классно действительно выбирать сервер по красоте формы блин здесь же по моему никаких квестов нету да здесь нету системы квестов это значит что ты чисто заморочен на лутанье чисто лутаешься лутаешься и лутаешься ну возможно здесь прикол в том чтобы этого оборотня вольнуть вольнуть оборотня и все просто завалить оборотни и все да вот вот давай сюда что из того что золотал самое ценное бейсболка saten ножны saten эта херня которая занимает кучу места 500 стоит рюкзак вообще 80 ну как то так так иди сюда флаги дешевые конечно это классно гаечный ключ только набор для шитья точный камень топорик отмычка лопата 500 и купить в принципе недорого кирка соотношение цен 800 500 то есть самое дорогое тут по сути еда получается для покупки для покупки налобный фонарик saten веревка 200 скотч 500 налобный фонарик продадим батарейки давай продадим какие есть мычка топорик точильный камень так вот 5700 и что есть а вот жертва у меня еще осталось еще жертва осталось кстати и патроны 357 клубничное варенье ну смотри вот лутать еду еду лутать получается выгоднее чем лутать там ту же самую лопату вот смотри кошачья консерва который занимает две клетки в отличие от лопаты стоит 2000 для продажи варенье клубничное 4 клетки тысячу стоит сардины 800 то есть это почему кошачьи консервы сука стоит 2000 на продажу а вот мясная нарезка которая реально там то есть корм для животных стоит дороже ну квас на хер с ним вас дешевка пепси дешевка его яде тоже непонятно почему оно такое как бы и на покупку доступное и продажа вот это мы пока не продаем и здесь патроны 357 ну да их можно продать поштучно хорошо все вот теперь это продано все что было там залутано теперь это продано сколько это денег по времени примерно это нам также заняло 10 11000 11000 получается разгорится тина ты чё в карман убралась коль на военки лутать получается выгоднее военки лутать зеленогорск поэтому до первой тачки это наверно твой маршрут это есть трейдер зеленая гора военка зеленогорска трейдер зеленая гора военка это маршрут до пока ты не покупаешься первую машину потом можно конечно увеличить радиус действия да то есть можно в принципе заняться охотой заняться охотой но это тоже не точно я уже на на мясо не помню цены хотя вблизи лесника там медведи водятся и можно в принципе даже вот такого вот добра с одного выстрела его ложить и все нормально ну вот летит холик раш вон туда 285 у кого сюда залезем то вообще здесь можно стамина заканчивается когда лезешь тут что-то есть или сюда тоже на постоянной основе все лазят проверяют на наличие лута не видно так 285 вот где-то в ту сторону ну смысла нету туда щемить потому что сейчас будет уже рестарта буквально уже сейчас там скоро буквально будет рестарт а ну-ка а я что-то не могу в эту посмотреть ну я им я по крайней мере могу в такой прицел посмотреть то есть по сути это радиус километра ну не видно не видно дыму а может быть и не должно его быть видно ну какой вывод можно сделать что можно подытожить возможно сервер кому-то и покажется интересным то есть возможно здесь кто-то найдет какую-то свою изюминку свою какую-то не знаю там фишку да все в сервере сможет он тоже чели грибы собирается то есть его здесь что-то безумно завлечет привлечет заманит там до без того что я рассказал сами делайте выводы что тут плюс что тут минус чего тут больше принимайте решение самостоятельно я наверно я на этой серии не наверное она этой серии обзор по данному серверу я закончу потому что что-то как-то мне вот интерес пропал интерес пропал что друзья на этом тогда сегодня все всем спасибо за просмотр подписывайтесь на канал ставьте лайки и в комментариях конечно же пишите на каких серверах играете вы ну и что думаете вообще про данный сервер всем пока и до новых встреч